Приветствуем вас на YouTube-канале Вокруг Света. Мы платим за содержание общественных телеканалов. Кто ведет эти каналы? Ведь эти передачи смотрят наши родители, братья, сестры, наши дети. Скобеева ругается в прямом эфире матом. В комментариях ее называют хабалкой, дешевкой, я не знаю, всякими словами, но от этого ситуация не меняется. Во времена СССР ее бы тут же уволили. Но Скобеева продолжает работать. Насколько допустимо ругаться матом? Давайте послушаем, что она говорит. Обратите внимание, что она говорит футы и дальше не блин, а прям жестко. Скобеева матерится в эфире 1 марта 2021 года. Скобеева выругалась матом в прямом эфире. Ольга Скобеева в прямом эфире телепередачи 60 минут выматерилась на всю страну. То есть все слышали, какие слова она может употреблять. Другое дело, приятно ли нам это все слушать? И мы за это платим. Мы платим за то, чтобы кто-то ругался матом по общественным телеканалам. Телеведущая не совладала с эмоциями. При обсуждении острого вопроса речь шла об увольнении главы Конституционного суда России. Ну, если она и совладает своими эмоциями, пусть лечится, пусть обращается к психологу, психиатру, куда угодно. Но мы не хотим слышать мат в прямом эфире. Давайте посмотрим, что же пишут в комментариях к этому видео наши с вами соотечественники. Лёва Задов пишет. Обычное путриотическое быдло. Образец для подражания, на который равняются все путриоты. Ну, на самом деле, видимо, это и есть наши духовные скрепы, о которых мы так часто слышим. Александр Якимов пишет. Ничего удивительного. Не зря у неё и её мужа кличка Сливные Бачки. Ну, действительно, слушать вот этот мат из... не из уст, а действительно такое ощущение, что из сливного бачка это всё вылетает. И это не слова, а это, извините меня, то, что называется на букву Г. Владимир пишет. Она полностью соответствует требованиям Первого канала и РФ в целом. Ну, я бы не сказал РФ, но хотя бы действующей власти. Такая вот, не буду называть, матершинница. Прямо глаз народа на первом. К сожалению, такое мы видим очень часто. Давид пишет, как говорится в народной поговорке. Сколько скотине зарплату не поднимая, она хабалкой останется. Бог её такой дурой и создал. Ну, остальные комментарии мы не будем писать, потому что не все мы можем и не хотим такое озвучивать. Ну, собственно говоря, и неприятно слушать, как кто-то ругается матом по общественному телевидению. Напишите своё мнение в комментариях, делитесь этим видео и подписывайтесь на канал. Мы будем следить за новостями. Всего доброго и до новых встреч.